Видели вездеход-рептилий? Он может ездить практически по стенам. Или что скажете про водородный вездеход? Вышел в тайге, залил водицы и едешь дальше. Я расскажу про самые безумные проекты, чтобы вы понимали, каких вездеходов стоит ждать в ближайшем будущем. А в конце покажу сумасшедшую разработку для National Geographic, чтобы журналисты могли попасть в любую точку мира. И начну с действительно футуристичного проекта. Концепт «Таранис», разработанный английским дизайнером Питом Норрисом для «Ситроен», действительно напоминает нечто среднее между космическим кораблем и самолетом будущего, что могло бы впечатлить таких персонажей, как «Бэтмен» и «Оптимус Прайм». Название «Таранис» происходит от имени кельтского бога Грома, известного своей ассоциацией с молнией и колесом, что подчеркивает мощность и энергию этого концептуального вездехода. Пит Норрис до создания «Тараниса» занимался разработкой транспортных средств для видеоигр, что объясняет футуристический дизайн этого автомобиля. Концепт предлагает революционные особенности, такие как рулевое колесо в виде штурвала самолета, а также интерактивные дисплеи для отображения важной информации, в том числе встроенные непосредственно в руль. «Таранис» оснащен четырьмя электродвигателями по одному на каждое колесо, что обеспечивает высокий уровень маневренности и проходимости. Несмотря на свой необычный внешний вид и крупные размеры, которые делают его менее подходящим для обычных дорог, автомобиль гарантирует устойчивость на любой местности благодаря независимым колесным блокам и централизованной системе управления, которая постоянно корректирует положение колес для оптимальной опоры и низкого центра тяжести. Пит Норрис утверждает, что эти инновации не только повышают безопасность и устойчивость Тараниса на дороге и вне ее, но и не влияют на его способность преодолевать труднопроходимые участки. Таким образом, Таранис представляет собой воплощение передовых технологий и дизайнерского мастерства. Он не просто красивый и необычный, а способный преодолевать практически любые препятствия. Ну, в общем, посмотрим еще, что в итоге получится. Звучит это реально многообещающе. Российская компания Global Piranica анонсировала начало продаж нового гусеничного вездехода под названием Expedition, дизайн которого был разработан специалистами из студии Карди. Выглядит он как самый настоящий космический корабль. Этот вездеход отличается футуристичным дизайном и предназначен для передвижения как по сложному бездорожью, так и по водной поверхности. Expedition построен на алюминиевом шасси, выполненном в форме лодки, что увеличивает его водонепроницаемость и плавучесть. Конструкция позволяет устанавливать на вездеход легкие композитные панели кузова. Уникальной особенностью являются подъемные двери, а также передние и задние люки, обеспечивающие легкий доступ к внутреннему пространству, которое может трансформироваться в обеденную зону или в спальное место. Силовая установка гибридная, включая два электромотора мощностью 82 л.с. каждый и генератор мощностью 54 л.с., поддерживаемый парой топливных баков объемом 150 л.с. каждый. Эта система позволяет вездеходу преодолевать расстояние до 1000 км без дозаправки. При этом максимальная скорость достигает 70 км в час при общей массе транспортного средства в 2400 кг. Одним из ключевых преимуществ «Экспедишн» является его высокая маневренность и проходимость благодаря гусеницам с электроприводом, что делает его более эффективным по сравнению с традиционными гусеничными вездеходами. Управление осуществляется с помощью двух педалей и штурвала, а возможность разворачиваться на месте делает его исключительно удобным в эксплуатации в условиях ограниченного пространства. На данный момент «Экспедишн» находится на стадии финальных испытаний перед официальным запуском на рынок. Серийное производство планируется начать в следующем году, но цена на данный момент не раскрывается. Учитывая уникальные характеристики и возможности этого вездехода, ожидается, что он вызовет значительный интерес у любителей экстремального отдыха и профессионалов, работающих в сложных условиях. Ну и как фанат итальянских автомобилей, я просто не мог пройти мимо этого проекта. Концепт вездехода One Life, представленный миланской студией Advanced Studio под эгидой китайского автопроизводителя GAC, является настоящим прорывом в автомобильной индустрии, предлагая видение транспортного средства будущего. Его дизайн напоминает ровер для исследования Марса и предполагает использование полной автономии пятого уровня, что позволяет ему передвигаться без вмешательства человека на расстояние до 2000 км. Кузов One Life выполнен в симметричной форме с использованием светодиодных ламп по всей ширине, как спереди, так и сзади, что придает ему выразительный и узнаваемый вид. Особенностью конструкции являются массивные безвоздушные колеса с убирающимися закрылками и значительный дорожный просвет, подчеркивающий его внедорожные качества. Для обеспечения автономного управления на крыше установлено 4 лидара, а передняя панель может быть оснащена солнечными панелями для дополнительной генерации энергии. Инновационная орбитальная рама, охватывающая среднюю часть автомобиля, позволяет крепить внутренние и внешние компоненты снаружи и изнутри, обеспечивая прочную и надежную конструкцию. Эта особенность также предоставляет пассажирам возможность кастомизации интерьера за счет модульных компонентов, таких как интеллектуальные устройства, динамики, осветительные приборы и элементы хранения, что делает VanLife идеальным спутником для длительных путешествий и экспедиций. Электрическая платформа вездехода, оснащенная твердотельными батареями нового поколения, обеспечивает выдающийся запас хода и высокие экологические показатели. Автономная навигационная система, сочетающая в себе традиционные GPS-данные и звездное картографирование, гарантирует точное позиционирование в любой точке мира, что делает VanLife идеальным выбором для исследователей и любителей приключений, которые стремятся к открытию новых горизонтов. Интересно, сколько он будет стоить на выходе? Эксперты предварительно оценивают его в миллион долларов. А что вы скажете по поводу двухколесного вездехода? Фаза 2.0 – это уникальный концепт одноместного автомобиля, созданный дизайнером Артура Ариньо, который представляет собой воплощение футуристических идей и инновационных подходов к дизайну и функциональности транспортных средств. Эта концепция привлекает внимание своим необычным решением размещения водителя внутри колеса, или самодвижущейся сферы, что является довольно смелым и инновационным дизайнерским решением. Одним из ключевых аспектов фазы 2.0 является его способность адаптировать давление в шинах для оптимизации проходимости по различным типам местности. Это позволяет автомобилю легко адаптироваться к условиям дороги, увеличивая давление в шинах для движения по асфальту и снижая его для передвижения по мягким поверхностям, таким как, например, песок. Такой подход обеспечивает высокую маневренность и улучшает характеристики автомобиля на разных типах дорог. Кроме того, фаза 2.0 спроектирован с учетом способности наклоняться в поворотах, что не только добавляет динамичности в управление, но и позволяет машине развивать высокие скорости, сохраняя при этом устойчивость и безопасность водителя. Одной из самых интересных характеристик фазы 2.0 является его инновационный двигатель, работающий на воде, который сжигается при помощи лазера. Это представляет собой новаторский подход к созданию экологически чистых и эффективных источников энергии для автомобилей будущего. Дизайн фазы 2.0 выполнен в стиле, напоминающем популярный фильм «Трон» с использованием модной голубой подсветки, что придает автомобилю особенно футуристический и эффектный вид. Несмотря на то, что детали посадки водителя в автомобиль остаются нераскрытыми в проектных картинках, общий дизайн и концепция фазы 2.0 вызывают восхищение и подтверждают стремление дизайнеров создавать транспортные средства, которые выходят за рамки традиционных представлений об автомобилях. А помните, я говорил про водородный вездеход? Компания «Русак» в 2024 году представила ряд инновационных разработок, включая вездеходы с геофизическими установками для сейсморазведки, комфортабельные туристические автобусы на вездеходной основе и машины на водородном двигателе. Геофизические вездеходы предназначены для работы в труднодоступных местах и оснащены всем необходимым для проведения сейсморазведочных работ. Каждый такой вездеход имеет двухместную кабину с тремя дверями, одна из которых ведет непосредственно на бортовую платформу, где расположена геофизическая установка под тентом. Это позволяет сотрудникам работать в комфортных условиях при любой погоде. Грузоподъемность таких машин составляет 3,5-4 тонны, что достаточно для размещения на борту двухтонной геофизической аппаратуры и дополнительного груза. Вездеходы оснащены огромными шинами «Мамонт» 1780 на 710 мм, обеспечивающими высокую проходимость. В будущем компания планирует расширить свой ассортимент за счет производства комфортабельных туристических автобусов на вездеходной основе. Эти автобусы будут оборудованы удобными местами для сидения, системами кондиционирования и отопления, а также большими окнами для обзора. К автобусам предусмотрены специальные прицепы. Еще одно направление развития компании – машины на водородном двигателе. Эти инновационные транспортные средства будут работать на топливных элементах, генерируя электричество за счет реакции между водородом и кислородом. Однако использование таких двигателей требует решения ряда задач, включая отвод воды, которая является побочным продуктом химической реакции, особенно в условиях Крайнего Севера. Важный момент, что в сравнении с конкурентами российский производитель дает очень вменяемые цены, поэтому продукция пользуется спросом по всему миру. А что скажете по поводу этого странного вездехода? Эйтин Уэллс представили революционный 18-колесный электрический квадроцикл, оснащенный уникальной запатентованной подвеской, которая обеспечивает каждому колесу независимое движение. Это инновационное транспортное средство разработано с учетом экологичности и высокой проходимости, позволяя ему эффективно передвигаться по каменистым и неровным местностям без вреда для окружающей среды. Компания впервые построила прототип в 2022 году для тестирования подвески на различных типах грунта. После полугода испытаний был разработан усовершенствованный второй прототип, который уже представлен публике. Ожидается, что финальная версия вездехода будет представлена уже в 2024 году, а в серийное производство уйдет еще через год. Особенностью конструкции является использование гибких изогнутых металлических элементов, удерживающих колеса, что в сочетании с продвинутой системой подвески обеспечивает выдающуюся маневренность и способность преодолевать препятствия высотой до 20 сантиметров без всякого замедления. Каждое колесо оснащено сложной системой рычагов подвески и моноамортизатором, что способствует повышению эффективности и комфорта движения. Основатель компании, имеющий глубокие знания в области физики, использовал свой опыт для разработки этого уникального вездехода, применяя инновационные решения для достижения высокой эффективности работы. Электрический привод вездехода не только способствует снижению воздействия на окружающую среду, но и подчеркивает его экологичность. В том числе благодаря использованию полностью перерабатываемых материалов конструкции. А это самый необычный вездеход, который я только видел. Ему даже стены станут дорогой. Чхи Минь Линь, озадаченный проблемой нарастающих автомобильных пробок и увеличением числа автомобилей в мегаполисах, представил миру концепт внедорожника Ювол Лизер, способного адаптироваться к самым разнообразным условиям передвижения. Этот инновационный автомобиль разработан для того, чтобы легко маневрировать не только по широким дорогам, но и по узким искривленным улочкам, а также по бездорожью. Одной из ключевых особенностей Ювол Лизер является уникальная конструкция колес и их креплений, позволяющая поднимать их на 90 градусов и даже выше, что обеспечивает высокую проходимость в сложных условиях. Колеса предлагаются в двух исполнениях – сплошные круглые и сегментированные, разделенные на отдельные части. Такая конструкция колес вдохновлена функциями Ла Прептили, благодаря чему Ювол Лизер обладает отличным сцеплением с поверхностью, предотвращая пробуксовку даже на сыпучих грунтах. Этот концепт внедорожника является ответом на вызовы современного городского планирования и направлен на создание более адаптивных и маневренных транспортных средств, способных эффективно функционировать в условиях плотной застройки и разнообразной местности. Ювол Лизер представляет собой воплощение идеи автомобиля будущего, который способен предложить новые решения для передвижения в усложняющихся условиях современных городов. Вы только посмотрите на этого красавчика от Jeep! При создании концепта внедорожника дизайнер вдохновлялся образом легендарного Jeep Bentham, широко использовавшегося во время Второй мировой войны. В итоге получился автомобиль, который напоминает смесь между Vartec из видеоигры Hello и Mercedes-Benz M-класса из фильма «Парк юрского периода». Дизайнер Max уверен, что его создание идеально подходит как для гражданского использования, так и для военных целей. Особенности внедорожника, такие как два прожектора на крыше, запасное колесо и багажное отделение, подчеркивают его пригодность для охоты и других активностей на открытом воздухе. Мощная радиаторная решетка и общий дизайн автомобиля выделяют со своей жесткостью и мощью, отражая военное наследие Jeep Bentham. Но при этом Jeep Survivor имеет более современные, плавные и слегка округленные формы. Дизайнер гордится стилем и комфортом, которые его концепт превосходит по сравнению с многими существующими внедорожниками. Несмотря на то, что кабина рассчитана только на двух человек, она обещает максимальный комфорт во время поездок по любым дорогам. Задняя часть автомобиля предлагает достаточно места для багажа, делая его практичным выбором для различных приключений. Ну и, как обещал, вездеход для National Geographic. Дизайнер Донг Мэн Йо в сотрудничестве с ними создал уникальный концептуальный вездеход 2035 Zairi, предназначенный для команды из пяти фотографов, позволяющий им добраться практически в любую точку мира. Это футуристическое транспортное средство обладает рядом инновационных особенностей, которые делают его идеальным для исследования самых труднодоступных мест. Одной из ключевых характеристик вездехода является его независимая подвеска и система магнитной левитации для колес, что обеспечивает уникальную способность кабины оставаться в горизонтальном положении даже на крутых склонах, благодаря чему пассажиры всегда чувствуют себя комфортно. Эта система, разработанная специалистами Volkswagen, предоставляет вездеходу суставы, позволяющие колесам адаптироваться к любым неровностям поверхности. Кроме того, вездеход оборудован функцией подъема центрального сидения на значительную высоту, что дает фотографам возможность вести съемку на дальние расстояния, при этом не покидая комфорта транспортного средства. Эта особенность делает 2035 Zaire не просто средством передвижения, а мощным инструментом для исследователей и фотографов, работающих в экстремальных условиях. Ожидается, что этот инновационный вездеход будет запущен в 2035 году, открывая новые горизонты для исследований и фотографий в самых отдаленных уголках нашей планеты. Искренне надеюсь, что все проекты и концепты будут действительно реализованы, а я смогу впоследствии сделать обзор на уже функционирующие экземпляры. Если вам будет это интересно, не забудьте подписаться на канал и поставить палец вверх этому видео. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok